Видите, вот здесь откосница соединительной ткани, здесь полнослойная часть, вот здесь кость сама по себе, то есть лоскут там в этой части полнослойная. Это нанесение ДТА геля, этап, да, при обработке поверхности корня, который мы с вами обсуждали, вот он нанесен, экспозиция 2 минуты, дальше мы все смыли, полировка, вот эти боры. В данном случае была у нас опекальная прикрепленная десна, но поскольку биотип такой средний, то было принято решение использовать пластический материал, а вот трансплантата там не требовала клинической ситуации, мы используем твердомозговую оболочку. Она предварительно регидратируется, адаптируется, да, примеряется по размеру, сглаживается, естественно, положено все острые края, как при обменении любых мембран. И ее особенность, она нуждается в перфорации, она очень плотная для того, чтобы она как можно быстрее срасталась, да, интегрировалась в мягкие ткани, и чтобы она не давала излишних отеков, потому что она очень является мощным барьером для тканевой жидкости, которая сюда скапливается у вас тогда первые сутки, и может быть обнажение мембраны, да, осложнение швов, она настолько упругая будет, она создаст лишнее напряжение. И достаточно ее перфорировать в этом случае для того, чтобы применять безопасно. Вот ее фиксация к анатомическим деперидонизированным сосочкам, простыми узловыми швами и фиксации слизистой надкосичной волоскутой. Прошу обратить ваше внимание, здесь материал был деколон, его в России нет, мы купили его в Деколон СМИ, Бельгия. Мы купили его в Кельне, просто на выставке в большом количестве, но пока он не закончился, я им пользуюсь. Шесть нулей, это вот этот размер. То есть вы видите, как плотно прижат сам слизистой надкосичный лоск, да, что он очень плотно фиксирован, совмещены сосочки. Вот это состояние через месяц. У твердой мозговой оболочки есть некоторая особенность. Она интегрируется порядка шести месяцев, поэтому она выглядит, как разбухшая ткань. Вот эти потом неровности, они все начинают нивелироваться. Ее особенность, просто этого пугаться нельзя, но предупредите обязательно об этом пациенту. А здесь не было необходимости. А потому что там прикреплено... А, все, я поняла. Там выбор методики диктовал ли клинические условия. Там была апекально прикрепленная десна. Там не требовалось применение аутотрансплантата. То есть, если вы можете избежать второго операционного поля, естественно, нужно к этому стремиться. Еще вопрос можно? Да. Я заметил, что у вас там нет желательных жубов снизу. То есть вы не восстанавливаетесь сначала желательно? Они уже есть. Там просто имплантаты стоят, они были еще не готовы к протезированию. Просто рецессия, я так понимаю, что она, наверное, по финишу это все делается? У нее после ортодонтического лечения эти рецессии. У нее последствия ортодонтического лечения. У нас очень долгий был путь. Просто вот мы лечились ортодонтически, потом мы ставили имплантаты, устраняли рецессию. У нее там всего двух зубов нету, да, в третьем-четвертом сегменте. Но уже у нее все в порядке. У нее полная... Можно еще? А можно еще вопрос? А что про методовую головолоску тогда еще на головолоску? Ну я больше ничем не работаю. Любую мембрану, не тонкую, какую хотите. Что вы хотите? Ну, сейчас все есть. Есть корейские, какие-то американские, итальянские. Все, что хотите. Единственное, что по поводу мукографта я скажу. Одно время как-то его так пиарили, так очень все про него рассказывали. Ну вот я была на симпозиуме в Милане в апреле, и несколько профессоров высказали свою точку зрения, что он не дает вообще никакого толщения слизистой. То есть, да, у него есть вот это положительное качество, что его не обязательно полностью перекрывать слизистым костничным лоском, как, например, твердомозговую оболочку, это ее условия применения. Но она дает объем, а вот мукографты, они все в один голос сказали, что она не дает никакого объема. Поскольку это все-таки ничем не ассоциированные исследования, то им можно доверять, наверное, все-таки в этом учении, потому что это некоммерческий проект. Ну, как один из вариантов пластического материала. Я не настаиваю ни на каком вообще материале. Вы просто должны для себя сами клинически подойти к применению какого-то продукта. В зоне одной лицессии полноценная коронковая часть, а второй зуб коронковая ортопедическая конструкция. Ничего страшного, ничего страшного. То есть какие-то подкисневые, вот эти подковы, вот эти все... Ну, почистить, наверное, ее хорошо надо, просто в области коронки хорошо почистить. Но я делаю в области коронок, потому что... Там, наверное, коронка не должна быть. Нет, если там неадекватная ортопедическая конструкция, она снимается и выполняется новая какая-то временная на этот этап. Но если она в хорошем состоянии... Ко мне иногда вот приходят пациенты, у них там какие-то великолепные виниры, просто суперкрасивые, везде все хорошо, но лицессии... Не, ну они сделаны полгода назад, и, в общем-то, снимать только по гарантии за счет доктора, я так понимаю, который протезировал, можно. Вот очень часто же после выполнения реставрации ортопедических происходят рецессии, и ортопеды знают, почему это происходит, да? Будем пускаться в эти... Ну, и нарушают биологическую ширину, неправильно формируют контактные пункты, там много всяких... Да, 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 там этап ошибок, который ведет к этому, очень большой. Я, к сожалению, работаю только с устранением уже, да, вот этих вот результатов, поэтому 90% пациентов не хочет снимать старые, или даже новые, а уж тем более новые коронки-то уж никто не хочет снимать, тем более у нас сейчас в основном ортопеды работают по мокапу, через сканеры, через дорогие технологии, да, и все это стоит немаленькие деньги, порядка полумиллиона во рту, да, и, конечно, расставаться с этим неактуально. Значит, вы смотрите, у вас есть таблица вот эта, да, выбора методики, вот там вот прогноз у вас 95%. Опять мы будем говорить о сложных клинических ситуациях, вот в самом начале, о чем мы говорили, о поверхности проценте, закрытие поверхности корня. То есть есть клинические ситуации, в которых мы 100% на устранить рецессию не имеем возможности. Это пациентка, да, это старая операция, она жива, у нее все в порядке. Вот есть фотографии через 4 года там. Это я выполняю искусственную рецессию сейчас создам. Опять же, я повторюсь, есть несколько вот у меня работ, где у меня однозначно полнослойные были выполнены лоскуты с самого начала, потому что там, когда вы увидите просто исходную ситуацию, из которой мы начинали оперировать там пациента, у которой все корни просвечивали сквозь слизи, с которой прикрепленные десны вообще нет ни одного миллиметра нигде. И, конечно, там нечего расщеплять, там можно только разорвать все и все. Лену, чего идти. Вот мы уже начали расщеплять хирургические сосочки. Теперь мы делаем сулькулярный разрез. полнослойный над зенитом рецессии, да, в центральной части зуба. И постепенно уходим на нет, расщепляя дальше хирургические сосочки. Попытаемся сделать вот этот переход плавным максимально. В центральной части у нас надкосница на лоскуте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо.